По другим темам в Магнитогорске зарегистрирован первый за последние десятилетия случай заболевания корью. Опасная инфекция выявлена у двухлетней девочки, которая вернулась из Москвы, где она лечилась от другого заболевания. Именно там, по версии медиков, произошел контакт с больным корью. Подобные случаи заражения среди детей и взрослых с начала года фиксируются по всей стране. Как защититься от болезни, от которой нет лекарств, расскажем в следующем сюжете. По словам главного детского инфекциониста Юлии Щербаковой, заболевший ребенок не был вакцинирован от кори. Это житель Челябинской области, в Картолинском районе. Это ребенок-инвалид, который не имеет совершенно прививок по своим медицинским показаниям. Они оказались здесь в гостях, потому что были проездом, приехали сдавать анализы. То есть проезд, получается, завозной случай кори. Ребенка срочно госпитализировали, после чего в экстренном порядке был определен круг контактных лиц. Ведь вирус кори отличается высокой летучестью. Он может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов. Поэтому все жители дома, где остановилась девочка, были посажены на карантин. На контактных накладывается 21 день карантин. Тем, кто не привитой до года, мы будем вводить иммуноглобулин, чтобы они не заболели. В ходе проверки, говорит Юлия Щербакова, в доме были выявлены два невакцинированных от кори ребенка. Их мама с самого рождения детей категорически отказывается от любых прививок. Запретила она вводить иммуноглобулин. К сожалению, есть родители, которые считают, что их детям не надо. Хотя они этим нарушают очень много законов. Конвекцию о правах ребенка. И наши стати в Конституции и так далее, где говорится, что ребенок имеет право на охрану своего здоровья. Родители, к сожалению, превратно понимают это и подвергают опасности, как в русской рулетке. Врачи напоминают единственная защита от кори прививка. Лекарства от этого заболевания не существует. Поэтому у невакцинированного человека оно протекает в тяжелой форме. Вирус кори имеет тропность к клеткам нервной ткани, к нервным клеткам. То есть при осложненном течении поражается головной мозг. Вплоть до энцефалита. Может развиться энцефалит. Это страшное осложнение коревой энцефалит, последствия которого. Это параличи, парезы, интеллектуальная недостаточность. Из-за категорического отказа от вакцинации родителей прививок от кори сегодня не имеет 1060 магнитогорских ребятишек. А между тем, с начала этого года вспышки этого заболевания зарегистрированы уже в 12 регионах нашей страны. В связи с тем, что есть у нас бывшие республики СССР, которые в плохом экономическом положении, где не проводятся прививки. И много, к сожалению, становится отказников и возвращаются эти вот забытые инфекции. В России вакцинация от кори по-прежнему входит в национальный календарь прививок. Она делается в детском возрасте и ставится дважды. В один год и шесть лет. Ты боялась делать укол? Нет. Ну а расскажи, как проходило все? Все хорошо было. Я вообще не больна. Как считаешь, сама вообще нужно было действительно делать эту прививку? Да. Чтобы не болеть. Однако, напоминают врачи, если в детстве прививка не была сделана, в более зрелом возрасте вакцинироваться тоже не поздно. С мамой поговорила, мама сказала. Ну, так получилось, что болела и не привилась. Я в это пришла и привиться. Потому что заболеваемости много. Из-за этого я хочу себя привить, чтобы сама не заболеть. Всех детей своих привила. Вообще считается, что через 10-15 лет снижается уровень антител и рекомендуют взрослым точно так же прививаться. То есть раз в 10 лет. При желании жители города смогут это сделать в поликлинике по месту жительства. А вот для приезжих из стран ближнего зарубежья вакцинация будет проводиться в обязательном порядке. Мы определили уже контингент. Это у нас есть и мигранты, у нас есть и прибывшие из наших сейчас уже новых районов. То есть это Донецкая народная республика, это Луганская народная республика. Оттуда дети есть прибывшие. Мы их сразу же прививаем против кори. То есть и тем самым они участвуют в этой почищающей медицине. Это те дети и те взрослые, которые не входят в планы обычные. Мы готовы к завозным случаям кори. Мы обучаем в данный момент персонал. Персонал готов. Жителям города следует соблюдать меры личной профилактики. Это ношение масок, это мер гигиены, это мытье рук, это дистанция.